Мир всем. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует. Пребудь с нами в этот день, и тебе славу высылаем. И отцов, и сыну, и святому духу, ныне и полезные во веки веков. Сегодня брат Виктор заболел, и я его подменяю. По этим сегодняшним чтениям пройдемте. Так, демонстрация заработала. Евангелие от Луки, 6 глава, 27 по 36 стих. Но вам, слушающим говорю, любите врагов ваших, благотворите ненавидящих вас, благословляйте проклинающих вас и молитесь за обижающих вас. Ударившему тебя по щеке подставь и другую, и отнимающему у тебя верхнюю одежду, не препятствуя взять рубашку. Всякому просящему у тебя давай, и от взявшего твое не требуй назад. И как хотите, чтобы с вами поступали люди, так и вы поступайте с ними. И если любите любящих вас, какая вам за это благодарность? Ибо и грешники любящих их любят. Если делаете добро тем, которые и вам делают добро, какая вам за то благодарность? Ибо и грешники тоже делают. И если взаймы даете тем, от которых надеетесь получить обратно, какая вам за то благодарность? Ибо и грешники дают взаймы грешникам, чтобы получить обратно столько же. Но вы любите врагов ваших, благотворите взаймы давайте, не ожидая ничего. И будет вам награда великая, и будете сынами Всевышнего. Ибо вам благ и к неблагодарным и злым. Итак, будьте милосердны, как Отец ваш милосердный. Толкование всефилакта болгарского. Апостолы имели быть посланы на проповедь, и потому ожидали себе многих гонителей и наветников. Итак, если бы апостолы, тяготясь гонениями, потом желая отомстить и оскорблениям, умолкли и перестали бы учить, то солнце Евангелия погасло бы. Поэтому-то Господь предварительно убеждает апостолов не приступать к пщению врагам, но все случающееся переносить мужественно. Будет ли кто обижать их или неправильно злоумышлять против них? Так и сам он поступал на кресте, говоря, «Отче, прости им, ибо не знают, что делают». Лука 23.4 Потом, чтобы апостолы не сказали, что такая заповедь любить врагов невозможна, он говорит, «Чего желаешь ты себе самому, то делай другим, и будь в отношении к другим таков, каковым желаешь иметь в отношении к тебе самому других. Если желаешь, чтобы враги твои были для тебя суровы, несострадательны и гневливы, то будь и ты таков. Если же, напротив, желаешь, чтобы они были добры и сострадательны и непопытозлобивы, то не считай невозможным делом и самому быть таковым. «Видишь ли, врожденный закон в сердцах наших написан, так и Господь сказал, вложу законы мою внутренность, и на сердце их напишу его». Иеремит и Царь 13.3 Потом предлагает ему другое побуждение, именно, «Если вы любите любящих вас, то вы подобны грешникам и язычникам. Если же вы любите злобствующих на вас, то вы подобны Богу, который благ и неблагодарным и злым». Итак, чего вы желаете, грешникам ли быть подобным или Богу? И потом убеждает и кончины, и награды, ибо в награду вам обещает то, что вы будете подобны Богу. Комментарий дает Игнатий Тихонович. Евангельское солнце будто погасло в православии. Христос ни разу нигде не сказал, совершай богослужение и обязательно каждый день по четыре часа, и чтобы литургия непрестанно совершалась. Об этом нет ни слова, ни полслова. Но Господь непрестанно говорит о том, чтобы проповедь текла рекой и насыщала жаждущих. Деяние 18.9 Господь же в видении ночью сказал Павлу, не бойся, но говори, не умолкай. Мысленно вообразим, что апостол Павел перенес все в наше время, и мы оказались в его местонерском путешествии. Подчинились бы ему его ритму жизни. Или сразу на него сделали донос, исковали бы на него литургические береги, и принудили бы его отпевать всех отецов Калимфи и Криопаги, освящать воду в Тибре для всех римлян, и делать все, что делал сегодняшний пастрин. Или стали бы все так проповедовать и учить людей, подражая ему. Если бы сегодняшний сенот все-таки сумел бы арестовать Павла и замкнуть его уста, то как бы мы обратились к Богу, если бы не было бы его посланий? Если бы апостолы умолкли, перестали бы учить, то солнце Евангелия погасло бы. Ну вот и действительно, если читать и деяния святых апостолов в защиту верующим. Вот допустим, когда апостол Павел обратился, как было узнать, что он действительно обратился? Ведь он гнал верующих вплоть до смерти, то есть заходил в дома, влачил там их. И христиане его очень боялись. И тут вдруг он обратился, такая информация прошла, и он говорит, что он христианин. А как было узнать, что он христианин? Так вот, это было узнать именно, вот когда они приехали к апостолам, Варнава встал и стал рассказывать про апостола Павла. И говорит, он безбоязненно начал проповедовать, благовествовать в синагогах и везде. И то есть тогда они поняли, что действительно он стал христианином. То есть это и есть вот это дерзновение такое, что ты готов благовествовать о своей радости сообщать другим людям. И есть признак, что ты родился свыше, что ты верующий. Не просто верующий, как там мусульманин или кто-то, а верующий в Иисуса Христа. Вот я даже зачитаю, какие свойства появляются у людей, когда они уверуют. Это мы читаем. Придя в синагогу, он небоязненно поповел три месяца, беседуя, устворяя о Царстве Божьем. 4.3 Видя смелость Петра и Иоанна и приметив, что они люди не книжные и простые, они удивились, между тем узнали, что они были с Иисусом. То есть это книжники смотрели, и они увидели, насколько смелый Петр и Иоанн. А надо понимать, что это было за учение Иисуса Христа. Это как бы как ересь воспринималось официальной церковью, то есть архиереями. Они считали, что это ересь. И что они подменяют? То есть законы переменяют. И священство тоже отошло, отходит. Хотя они его еще признавали на этот момент. То есть священство пошло от Христа, от апостола. Но это действительно самое так самое. То есть если встать на сторону первосвященников и священников того времени, то они как бы справедливо мыслят. Как бы пришли некие люди, и все меняют. То есть все просто меняют. Вот как сегодня. Пришли и говорят, что надо русский язык вводить вместо церковно-славянского. То есть на русском языке. И восстают сразу люди и говорят, что вы что хотите все изменить? Что церковь там? Вот и они восстали на это. Но они-то не поняли, что восстали против истины. По делам. То есть по грехам им это не открывалось. То есть из того, что священники, первосвященники, как раз таки не исполняли закон, как должно. И оставили важнейшее в законе суд, милость и веру. Они и не приняли Иисуса Христа. И они не могли это учение принять и воевали вплоть до смерти против него. То есть убивали. Допустим, я напомню, 40 киллеров поклялись, убить, ничего не есть и не пить, пока не убьют апостола Павла. Но представляете, вот сегодня там сколько людей покушения на Путина хотят сделать. Ну Путин президент, у него какая охрана. А тут апостол Павел, у него никакой охраны, ничего нет. 40 людей поклялись не есть, не пить, пока его не убьют. То есть киллеров 40. Это насколько, какую надо злость было к нему иметь. Это насколько они должны видеть, что это противоречит тому, что они все понимают. То есть в буквальном смысле это невероятно выпьющее преступление, они считали. Ну и Христа-то они распяли тоже по этой же причине. А мы видим, что все уверующие, все уверующие, допустим, когда они пришли, они, смотрите, о чем Бога молили, Деяния 4.29. И ныне, Господи, возри на угрозы их, то есть иудеев угрозы. Они смотрели, христиане, на их угрозы и говорят, смотрите, и не говорят, оставь их. И говорят, нет, и дай рабам твоим со всей смелостью говорить слово твое. То есть вот, что мы должны просить у Бога-то. Чтобы не миновали нас там какие-то там угрозы, ну вот это все. А чтобы мы могли, невзирая на эти угрозы их, со смелостью говорить слово Божие. А вот Святой Дух именно так и действует. Если ты не смелый, то есть не хочешь, как бы стесняешься говорить, все, Святой Дух отходит. Если подстраиваешься, он отходит, его нету. То есть он не может действовать там, где человек сам этого не хочет. То есть если он чего-то боится там или еще что-то. Ну ладно, мы отошли тут к проповеди. Но тут тема-то была немножко другая. Господь говорит, но вам, слушающим говорю, любите врагов ваших, благотворите ненавидящим вас. Благословляйте проклинающих и молитесь за обижающих вас. То есть, ну вот, любите врагов ваших. Относится это, как кто думает, вот ответьте на вопрос, относится это к врагам отечества? У кого-то есть какие-то по этому поводу? Нет, к врагам отечества это не относится. То есть врагов отечества это... Ну вот, а вот враг отечества это ваш враг? По сути да, но мы же должны защищать свою родину. Так, ну нет, нет, я сейчас дойдем, да. Но это ваш враг все равно, он же вас хочет убить, правильно? Помимо всего прочего, если это враг отечества, он хочет вас убить, вашу семью. Он ваш враг, вы согласились. Ну вот, конкретно он наш враг, и вот конкретно с нашим врагом Господь говорит, как поступать. Любите, говорит, врагов ваших. Благословляйте их. А в другом месте, говорит апостол Павел, враг Голдин накорми. Его накорми пулей, получается, что ли, это имеется в виду? Ну, я считаю, это относится ко всему живому. Ну, вот так, то есть, враг это, ну, враг, вот тут никак не возьми. Вот Гитлер враг, там, фашисты враги, они какие враги? Государство и государство, и меня лично, то есть, отечество враги. То есть, они же меня убить хотят, значит, он враг. Как к нему относиться? Что мы, вот если с точки зрения вечности смотреть, с точки зрения вечности, вот с точки зрения чисто этой жизни, да, он враг, и надо защищать свое отечество. Но с точки зрения вечности, надо исполнять заповеди Божии. Потому что, если я убью его, то я убийца буду. А если я умру от него, то я буду мученик. Потому что, ну, я исполню заповедь, то есть, я не убью, если я из-за заповедей это сделаю, конечно же. Есть еще какие-то у кого-то по этому поводу вопросы? Учил ли Христос защищать свое отечество? Ну, вот, Христос, он не только вот учил защищать свой, он запретил даже его самого защищать. Не то, что храмы там какие-то защищать, а его самого он запретил защищать. Это вот, мы это прочитаем. Так, сейчас почитаем. Вот он. 20-27. О, нет, сейчас. 18-11, да. Симон же Петр, имея меч, извлек. Вот я напомню, его взяли, когда хотели схватить Иисуса. Симон же Петр, имея меч, извлек его и ударил перед свеченнического раба и отсек правое ухо. Имя рабу было Малх. Но Иисус сказал Петру, «Владжи меч в ножны, неужели мне не пить чаши, которую дал мне отец?» То есть, он не дал себя защитить. И когда апостол Петр хотел не дать ему, чтобы он пошел на крест, он говорит, «Это дед меня, сатана». Вот мы, когда война происходит, это же война происходит не просто так. Это та чаша, которую нам надо испить за наши грехи. Надо, то есть, и много случаев, и в Библии, и у нас даже в истории России было, когда народ каялся, вот, допустим, было при царе Изякии, там это было при пророке Исаии, то есть, враг уже стоит у ворот у них, и они надеются на Бога Иегову. И царь колебался, колебался, но все-таки все, понадеялся на него. И в итоге что? Явился ангел и уничтожил там сколько-то тысяч, сколько там, сотни что ли? Ну, много, много, просто ангел пришел и убил всех врагов сам. То есть, они понадеялись на Бога. То есть, они покаялись, и тогда Господь по-другому разрешил этот вопрос. А с Владимирской, как вот Владимирская икона Божией Матери прославилась, когда они стояли перед ней, то есть, люди тоже молились, и там Киммерлан, по-моему, кто там отошел-то? Бежали они, то есть, он увидел видение женщину, говорит, с воинством, ну и бежал от нее. То есть, если смотреть с точки зрения вечности, надо вот это плотское мышление отбивать, вот оно нам привито просто абсолютно. То есть, а если враг зайдет, вот у тебя семья, и он зайдет, и будут они там, что ты будешь стоять, ничего не делать, что ли? Господь сказал, он дал одно ограничение, не убей. То есть, ты можешь, что хочешь с ним, отрубить, что ты можешь. Можешь ударить, вырубить, там, связать. Но убить ты не можешь. Вот такое ограничение. Вот как хочешь с ним, так и будь. Вячеслав, можно? Да, 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 конечно. И еще мы можем, например, вот как апостол, по примеру апостолопалу, и там, если надо подавать в суд, или там судиться, например, как он же судился, ну, юридическими методами, через государство добиваться, правда, не обязательно через меч. Да, 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 никаких в этом ограничений нету, честно, если, то есть, это нормально все. Судиться там, защищаться можно, можно. Но есть ограничения, не убить. Не убить. Ну и вот то, что никогда-то не проклинать, вот это уж, понятное дело. И если он нуждается в чем-то, ты знаешь, вот ты там уже нуждается, надо ему помочь. Это высший закон, который Господь принес. Вот сегодня священники, его совершенные, но абсолютно плотские неверующие люди. Вот сейчас этот Чаплин говорит, вот он за смертную казнь, хотя по-человечески тоже, ну, как бы вот по-человечески, ну, тоже я за смертную казнь, по-человечески. Но есть заповедь, и она не дает тебе ее исполнить. Как бы не дает. Ты не можешь это... Так-то понятно, что смертная казнь, ну, хорошая вещь для вот по-человечески, если. А так за него же умер Христос. Вот хоть какой он грешник, за него умер Христос, он может покаяться. Его раньше времени нельзя лишать. А пока еще голговская жертва не произошла, Христа, то есть тогда, как можно было от греха освободиться? Человек сблудил, там, прелюбодействовал. Смертный грех, все, смерть. То есть ее забивают камнями, или его... И она за это заплатила, за это грех. То есть Бог за этот грех больше с нее не взыскивает, потому что она своей смертью за нее заплатила. А сейчас как? Сейчас Христос умер за наши грехи, то есть Он заплатил за наши грехи, все наперед, которые мы даже совершим. И дал, временно покаяние дает. Сейчас смерть с этого человека не будет платить, потому что Христос уже заплатил. И мы, получается, лишаем жизни того, за кого умер Христос. Ну вот он фашист, он идет там, и нас хочет убить. За него умер Христос. Ничего не поделаешь. Мы ограничены. Так, так, так. Что-то еще хотел сказать? А можно Вячеслав добавить? Просто тут получается такое противоречие часто. Вот с одной стороны, вот монахам, да, им нельзя там вот этим воевать, да, вот это вот все. А вот как мирянам можно получается, как бы такое. И вообще все вот это, то, что воевать можно, это все богословские оправдания находят в Ветхом Завете, богословское оправдание. Уже там же про это все говорится. И этим обосновывают, что вот якобы можно. Ну а как так? По противоречию в том, что вот как? Монахам можно, мирянам нельзя. А как? Как-то так. Почему так? Наоборот даже, да. Это, да. Типа, мирянам можно убить, а монахам нельзя. Ну да, да, да. Ну нет, на самом деле, церковь запрещена. То есть она... Три года, вот если враг напал, и ты убил кого-то, если ты именно напал, то есть это защитная война, то на три года отлучения от церкви есть такой канон. То есть грех признается грехом. Три года все-таки, как ни крути, это отлучение же не просто, это что-то там. А вот еще самое интересное, что вот даже вот как там вот сейчас какой-то известный отец такой воевал в Афгане. Священник, он сейчас монах. И он говорит, сейчас бы если была война, он тоже попошел. То есть он в Афгане воевал и звезду носит, у него звезда там, герой Советского Союза, одевает. Верующий христианин, то есть его считают очень духовным человеком, в Афгане воевал. То есть он воевал, если брать Советский Союз, то это ну, как все равно, что при Максимилиане там армия языческая. То есть даже хуже, там язычники, они что-то верили во что-то, это еще хуже. Вообще не верующий полностью. То есть в этой армии он воевал, притом воевал-то не просто, как агрессор воевал, в чужой стране. И получил за это звезду. Ну и у него ног нету, то есть его Господь ног лишил из-за этого. И ничего, не кается в этом ни капельки. Нормально считает, что это. Кого-то Евангелие вообще не открывали, вот чисто монашеское. А Пересвет и Осляба, то есть его вообще в пример их всех ставят. А они должны быть преданы быть анафеме по канону. То есть канон церкви есть, который говорит, что монах, который взял оружие, да будет предан анафеме. То есть, что такое анафема? То есть проклятие. То есть ему даже не то, что отлучение от церкви. То есть можно, допустим, ну ты убил, у тебя там отлучение от церкви 12 лет. Ты там прелюбодействовал, там 7 лет, да, там или сколько там. Самое большое, там 20 лет я видел. Это когда ты ушел, с армии ушел в монашство и вернулся, там что ли, в армию служить. То есть не на войну, а просто в армию служить. 18 что ли лет, там самое огромное количество отлучения от церкви. А здесь вообще анафема. То есть ты вообще не можешь вернуться в церковь. То есть если ты идешь на войну, будучи монахом, то ты больше в церковь вернуться не можешь. Ты анафеме предан. Только если раскаиваешься. То есть раскаиваешься, все возвращаешься. Пока ты в этом пребываешь. То есть самое строгое наказание, которое только есть. И об этом молчок, как будто нет ничего. И это церковь так учит. Церковь. Но это невыгодно как бы власть держащим и дружащим с миром, дружащими с властью священству. Это они как-то они привыкли все вместе. А заповедь Христа вообще ни о чем не говорит. Потому что он же говорит, а я говорю вам. То есть он отменяет, он говорит, а я говорю. В Ветхий Завет разрешалось убийство по указанию Божьему. То есть Бог указал этого побивать камнями. То есть это заповедь предписывающаяся. То есть была заповедь убить непосредственно. Была не убей. То есть по собственным причинам ты убить не можешь. Но если... То есть он конкретно описал причины, по которым можно убить. Но все эти причины отменены в Новом Завете. То есть их больше нет. Если любите любящих вас, какая вам зато благодарность? Ну вот. Это о чем говорит? Что мы вообще на свои чувства не должны опираться. Ну то есть нас когда любят, нам же приятно. И мы вот ответно хотим получить ну как бы отдать человеку ответ. Это все так грешники и животные так же даже. Ничего в этом такого нет. То есть мы не должны вообще опираться на свои чувства по поводу людей. А должны делать это по заповеди. Тогда у нас соответствующие чувства и появятся. Христовы чувства независимые от таких наших телесных чувств плотских. Наш телесный подстроится под это. По вопросу, вот по этим вопросам что-то может еще у кого-то? Если можно текст покрупнее, Слав. А вот он плюсик такой еще. Вот так. Ну вот смотрите, вот допустим, как кто думает, вот сказано всякому, просящему тебя дай, давай, и отзяжь, что твое не требую назад. И что значит, то есть у тебя просто любой требует денег, дай ему, давать денег ему и уже не требует назад. Допустим, взял у тебя в долг кто-то. И все ты должен отдать и все забыть сразу. Как кто понимает? Игнатий Тихонович говорит, надо все делать с рассуждением. Ну вот написано, всякому просящему тебя, давай, отзяжь у тебя, не требуй назад. Всякому просящему, всякому слову конкретно. То есть любому вообще. В притчах говорится, что если отдаешь взаимы, то ты, считай, потерял друг. Но это я перефразирую, но смысл в этом, что если ты взаимы, то ты, считай, потерял друга. Поэтому, если уж даешь, то ты давай так, как не взаимы, а просто как ты отдаешь, как волку, как бы. Вот. Я так бы садик отнес. Потому что, иначе там обиды начнутся и так далее. И потеряешь друга. А если уж даешь, то давай, как Богу, просто отдаешь и все, как помочь. Все. Просто отдаешь. Так нет, здесь же не прям взаимы речь идет, а как бескорыстно просто отдавать про взаимы-то, наверное, это другое. Ну, тут есть, смотрите, вот взаимы тоже есть. Если взаимы даете тем, от которых надеетесь получить обратно, какая вам то благодарность? Ибо и грешники дают взаимы грешник, чтобы получить обратно столько же. Ну, вот здесь сестра правильно сказала. С рассуждением нужно подходить ко всему. У меня, я сыну давал денег, а потом он как-то меня попросил попал, займи. А чувствую, что-то неладно. что тебе? Ну, я там хочу билеты в кино купить. Мы классом идем в кино. Я думаю, общественная деятельность наверное, как-то взял на себя. Думаю, Деньги он мне не вернул, а потом, когда отдашь? Через месяц. Месяц проходит, я ему звоню, говорю, деньги, почему не отдал, обещал. Он говорит, ну, написано же, и вот это место приводит мне. Смешно. Но, и как бы, я, я ему говорю, сынок, я не требую от тебя назад, я прошу, ты обещал, ты должен исполнить обещание. Ну, там, завтра-завтра, завтра-завтра, я говорю, это, ну, и в конце, а, а мама моя, верующая, в храм ходит, говорит, да зачем ты, написано же тоже, она на его стороне, то есть, что, если дал займы, то не требую назад, я говорю, я не требую, но он обещал отдать через месяц, он говорит, сейчас мне не отдаст, потом у другого займет, тоже не отдаст, у третьего тут дело воспитания, в рассудительности, так и случилось, набрал, видать, долгов, что-то там случилось, и потом вообще в дурдом попал, а когда мне деньги отдавал, там, через три месяца, или там, через полгода, я уже сейчас не помню, ну, он так сказал, видеть тебя не хочу, знать тебя не хочу, в общем, вот тебе твои деньги, вот, я мог бы, конечно, поступить вот так, вот, как сейчас здесь написано, как христианин, но тогда бы не было бы рассудительности, чему бы я научил своего сына, братья не отдавать, мне эти деньги, я ему до этого давал, мне их не жалко абсолютно, вот, а потом, да я еще узнал, что он их потратил, то вовсе не на то, что наврал мне, там, вечеринка у них была, они там выпивали, потом мне сознался, то уже, вот, и бес вошел, и потом мучил этого беса, было непочтение родителям, и все, и заболел, диагноз шизофрения, которая вообще не лечится, очень страшно, вот, поэтому тут, сестра полностью сказала, с рассудительностью, а так всем подряд раздавать, направо, налево, нет, все, вот, правильно, вот, я и хотел к этому привести, что, дело-то в том, что польза, то есть, всякому просящему тебя, давай, ну, давай-то на пользу, допустим, вот именно, сын попросил, а он куда пошел-то, то есть, не туда, ну, и не на пользу пошло, то есть, это вопрос-то о пользе, а попросить у тебя алкаш, ты ему не должен давать, то есть, иначе ты ему зло сделаешь, то есть, никакого любви ты не проявишься, если ему что-то дашь, ты ему проявишь самостоящее зло, то есть, ему сделаешь зло, то же самое, и требовать назад, именно, не надо же, именно требовать, то есть, внутри себя ты должен не требовать, но, ты знаешь человека, сын, допустим, он должен содержать свое слово. И это польза ему. Ему отдать пользу. То есть, это на самом деле, наоборот, ты ему взаймы даешь еще. То есть, учишь как бы правильно все делать. Именно тут надо исходить из пользы. И здесь Христос-то и говорит всякому просящему тебя давай, и от тебя же твое не требую назад. Говорит это не о том, которому, значит, всякому алкашу, а всякому брату. Здесь речь-то о брате, который нуждается. А если он не нуждается, то нет такой никакой заповеди. То есть, это речь о нуждающемся. Если мы будем понимать это как сектанты, там, напрямую, да, то это сразу войдет в противоречие с другими местами Писания, где, допустим, говорится по этому поводу осторожность. То есть, а мы все в совокупности принимаем по православному. Поэтому понимаем, что правильно с рассуждением это. Давать только тому, кому это пойдет на пользу и кто действительно нуждается. И если назад не требует, когда действительно человек не может отдать, а не потому, что он вот как здесь обманывает, его просто без захватил, он там на вечеринку пошел. Это понятно, там клубок накрутился. И поэтому же, я говорит, видеть тебя не хочу. Это потому, что вот это грех, грех. Грех царства. Ну, вот это рассудительность пошла на пользу. То есть, он потом, спустя еще там год или сколько, он покаялся, просил у меня прощения. Он говорит, папа, ты был прав. То есть, он мне вот это место приводит, а я ему говорю, почитай отца и мать. Ты, говорю, деньги взял и меня обманул, обещал отдать, а не даешь держи это почтение твое. Молчок. Молчок. То есть, ну, вот и все. А дальше пошло-поехало. То есть, он взял на грех и не хочет отдавать. А здесь нужно, когда даешь займы, нужно спрашивать, например, он просит у тебя займи. Зачем? То-то, то-то. Вот. Если ты видишь, что, ну, дело благое, а вообще, как бы, не вопросов. А если так, он для себя лучше спросить, когда отдашь? Если скажет, допустим, через месяц и не отдает, нужно не требовать, а позвонить обязательно, если он брат, и сказать, ты обещал. Он скажет, ну, потерпи на мне, я вот еще, ну, там. Хорошо, потерплю, когда? Сколько еще потерпеть? То есть, не требовать, вот. А то, как в той притче, одному простил-то тебе столько-то талантов, а ты там за 100 рублей его готов удавить, судить, сомнений все. Господь как порицает, вот. Ну, вот я и своего опыта скажу. Я в жизни, ну, много в долг давал людям, и всем подряд. Вот я, как до этого, я так и понимал, как здесь написано. Ну, то есть, меня попросят, и я даю, попросят, и даю. И сразу забываю, даже не думай, чтобы мне вернуть, не думаю вообще мне это. И мне, конечно, Бог за это, ну, как бы, благословлял, потому что я, ну, как бы, не требовал. Но я потом видел просто людям, которым, многим, которым давал, они потом, ну, им ты вообще, им не, они-то потом, короче, их это накручит, они знают, меня, допустим, уважают, но отдать мне не могут, собраться с мыслями не могут. Им только хуже, если бы они отдали мне, ему бы лучше было для души-то. А он сейчас в грехах у него, считай, не этот, не может вырваться просто и отдать, и на него это все давит. И я говорю, я думаю, если бы я требовал, ему бы легче было. То есть, не на пользу ему-то пошло. Ну, конечно. Но у меня так Бог всегда делал, что я никогда ни от кого не требовал, но когда я вдруг нуждался, вдруг мне сразу разом начинали все отдавать. Это понятно. Так. То вы, прилагая к всему все старания, покажите вере в ваши добродетели, добродетели рассудительность. Вот, правильно. В рассудительности воздержание, в воздержании терпения, в терпении благочестие, в благочестие братолюбие, в братолюбие любовь. Аминь. Вот, верно. Везде должна быть рассудительность. Иначе как сектанты будем. Так. Второй колинфянам 6.16. Какая совместность храма Божия с идолами? Ибо вы храм Бога Живаго, как сказал Бог. Вселюсь в них, и буду ходить в них, и буду их Богом, и они будут моим народом. Толкование. Неверные – суть храма идолов. Или даже самые идолы. А вы – храм Бога. Не того, о котором они баснословят, но живого. Итак, какая совместность, то есть подобие, сходство между вами и ими? Дабы не показалось, что льстит писанием подтверждает, что они – храм Божий. То есть, вот, писанием. Вселюсь в них, и буду ходить в них, и буду их Богом, и они будут моим народом. То есть, это было еще в Ветхом Завете написано. Обитание в нас Бога обуславливается чистой жизнью, а хождение в нас приобретается старанием. Обитание в нас Бога обуславливается чистой жизнью. Чистота жизни зависит от нас. А хождение в нас приобретается старанием. То есть, именно старанием. И Бог начинает ходить. То есть, мы ходим, идем на благовестие, это Бог идет в нас. то есть он у нас ходит мы говорим правду это бог говорит нас правду то есть стараемся его бог живет человек тогда когда он чист а когда он побуждает в другом какому-либо делу говорит что он ходит в нем это значит что когда бог бывает его богом то он вступает в чин патриархов 2 коринфам 617 и потому выйдите из среды их и отделитесь говорит господь и не прикасайтесь к нечистому я приму вас и я то есть я только тогда приму вас не сказал не делайте глупостей но и не прикасайтесь к ним то есть не только не делайте даже не прикасайтесь не чистота же бывает двояка телесная и душевная к душевные то есть нечистые помыслы нечистые взгляды злопамятство обмана и тому подобное а к телесной нечисто те относятся блуд прелюбодеяний и вся то всякое плутоугодие и так хочет чтобы мы были чисты и от той и другой нечистоты выйдите из среды неверных и отделитесь то и живите отдельно и будет и будьте чистыми и тогда приму вас и по когда отступите от пороков тогда соединитесь богом от пороков ибо когда отступите от пороков тогда соединитесь бога вот видите господь всячески не только здесь говорит чтобы мы не соприкасались с теми кто живет с неверными но мы соприкасаться только можно с ними в благовестии это не только это очень много мест писания об этом говорит господь не принимает когда мы с ними соединяемся когда сыны божьи то есть соединились с сынами человеческими сыны божьи это те кто жили то есть по заповедям божьим и стали рожать детей то господью господь это посчитал негодным и потоп из-за этого был то есть он уничтожил всю всю живность на земле из-за того что соединились верные с неверными господь не мог в исраильском царстве восстановить свое владычество пока вот эти существовали браки смешанные между иудеями и язычниками и пока не был организован всенародный бракоразводный процесс не могло ничего восстановиться то есть и когда ездра организовал его первый раз в 2 съездра первый раз по моему забыл тоже имя его то есть начали разводить у них уже дети семьи любовь то есть он приходит с работы на его ждет дома она его понимает кормит радостные детишки все хорошо слава богу должны сказать то есть семьи много детей а богу не угодно все это было истина божия не могла это принять разделите то есть отделитесь говорит это незаконно не по-божьему идет сегодня скажут это где любовь где это человеку любую человеколюбие потому что сегодня любые такие браки венчают венчали там двух неверующих спокойно там 10 там 5 брак легко это делаются это все прикрывает любовью и за это дадут сильнейший ответ перед богом потому что прикрылись самый высший то есть когда они говорят что это любовь они говорят это бог то есть они хулят бога что бог такой мог допустить что бог это все позволяет мужу бог есть любовь может есть кому-то что добавить вопросы какие-то 2 коринфянам 6 18 и буду вам отцом и вы будете моими сынами и черями и говорит господь содержитель говорит господь черями значит дочерьми толкователь видишь ли как пророк давно предсказал и нынешние возражения и усыновление совершающиеся в нас через крещение то есть через крещение мы усыновляемся богу кто еще не принял правильное крещение трекратным погружением должен молить бога и стремиться чтобы уверовать по настоящему и принять такое крещение потому что только такое крещение истинное а пока мы не крестились нормальным погружением тройкратным руками священника в церкви все еще грехи остаются на нас потому что крич не только усыновляет но и прощает грехи потому что мы читаем апостол павел уже уверовал покаялся сидел но она не ему говорит что ты медлишь встань крестись я мой грехи твои призвав имя господа иисуса то есть грехи были его еще не омыты апостол павел пока он не крестился и дух святой еще не сошел то есть сходит святой дух после крещения в полноте комментарии игнатих ночь всюду где говорится о спасении через крещение говорится об этом таинстве как о завершающей стадии рождения свыше принятие христа в свое сердце полного перехода на сторону христа сегодняшние же крестители все свой ток самому акту крещения совершенно не учив ничему предварительно людей и такое отношение к крещению и само крещение есть ложь да вот екатерина тут еще сбросила тоже второзаконие 15 7 8 до ему взаймы смотря по его нужде в чем он нуждается вот вот как раз о чем и говорили иными словами нужно давать смотря по его нужде учитывая пределы потребность прощающих то есть давать для утворения определенного количества запросов до и нужды ты вот видишь и человек не нуждается он думает что он нуждается там в машине как многие там мечтают но бывает действительно нуждается машине конечно ну там в каком-то не знаю просторном доме там но на самом деле он не нуждается в этом то есть это все навязано примеру достаточно и простого дома там и на автобусе можно поездить если нет денег я в качестве ну нет вот человека нет стресс значит ему это не надо и так возлюбленные имея такие обетования очистим себя от всякой скверной плоти и духа совершая святыню страхи божий толкование какие обетования то есть что мы храмы божии что в нас обитает и ходит сам бог и отец очистим себя от нечистых дел и по ибо это означает скверно плоти и скверных и страстных помыслов ибо это означает скверно духа то есть души недостаточно говорит удерживаться от нечистоты но должен делать и нечто доброе святыню то есть недостаточно им удерживаться только надо делать еще доброе и это святыня то есть чистоту целомудрия присукупил в страхе божии или потому что есть целомудрие сохраняемая из человека угодия а не страхи божий и для того чтобы показать нам как должен сохранять оные именно страхи божием ибо как невелика сила плоти но имея страх божий и победишь ее низовство под святостью разумеет ни одно целомудрие но и вообще всякую чистоту жизни страх божий то что сегодня просто везде утеряно и у сектантов у православных у католиков у всех у всех у всех это понятие абсолютно забыто никого богом уже не напугаешь везде бог любовь которая все покрывает все грехи даже не раскаившийся главное смиряться страха нету страх не навевается не перед святыней какая великая святыня причастие то есть тело и кровь христа просто дрожать по сути должен то все человек приходит священник выходит и говорит то не причастился и человек идет и причащается и даже не понимает что причащался не рассуждая о теле господи как сказать говорит апостол павел болеют и немало умирают многие из вас то есть еще при апостоле павле он говорит многие из вас при апостоле павле представляете апостол павел какой светило то есть он там присутствует как там написано многие из вас на вот 30 ибо кто из ест и пьет недостойно то есть тот ест и пьет в осуждении себе не рассуждая о теле господне оттого многие из вас немощны и больные немало умирают вот каримфины мне кажется это чисто вот относится к нашему времени каримфина это вот они очень похожи на нас также волосы не то есть губ главы не покрывают также блуд развит то есть у нас вот то есть сейчас вот священники я посмотрел этот константин пархомец он говорит но это все восточная голову покрывать это не надо это каримфы там они те кто просто ходил без покрытой головы были блудницы и чтобы на них не были похожи и чтобы в храм а так как христиане ходили в храм и двери там закрывались и на чего и называлась это вечеря любви то все думали что они там каким-то оргами занимаются а еще если не с покрытой головой они туда ходили то это было сто процентов и поэтому из-за этого павел только им это говорит чтобы они покрывали головы чтобы никто не думал о том чтобы вот они там занимаются а вот я так подумал спрашивается вот допустим наш город казань были там барнаул или москва что не блудный город что ли не водные города кто разве не блудницы все не блудники абсолютно все блудницы и блудники то есть абсолютно все то есть сто процентов людей кроме там 00 там сколько 0 там процентов это верующие какие-то люди то есть и все они блудницы блудники с открытыми головами ходят в штанах там и прочее зачем на них быть похожим верующим христианам апостол по его сейчас пришел еще бы строже сказал в разы бы строже чем здесь а священник вот этот он просто любой беззаконие оправдывает любое то есть что хочешь можешь оправдать я даже знаю я так тоже умею я так до этого тоже делал то есть любой вот скажи я могу оправдать это то есть это можно легко если чуть там начитаешься богословских трудов всяких и прочее там много чего ты подогу подгонишь и любой может оправдать вот их там для этого так и учит не смешно было игнать техническим то общался там а сообщался с этим с человеком который на донбасс поехал там воевать его потом убили он его кстати отговаривал и он учился в семинарии какой-то там боксер бывший или там боец без правил игнать их он не спрашивает ты ведь знаешь для чего семинария нужно учиться как бы да что-то там такое но возьми год ручку я запиши ну не знаешь как не знаешь возьми год ручку записывай чтобы оправдать любое беззаконие вообще смешно я когда пера слышал думаю но это уж он он так сказал для того чтобы как бы но ну как бы утрировал это дело просто утрировал а сейчас понимает действительно ты когда какие-то знания имеешь ты можешь ими оперировать лукаво очень раз подогнать что-то под себя а когда ты знание не имеешь но сказано покрывать головы покрываешь ее и все у тебя нет знаний чтобы это как-то оправдать а если у тебя знание есть ты там это оправдаешь выкрутишься вот для этого этому там и учат собственно говоря у кого-то может какие-то вопросы что сказать есть в притчах сказано так страхом божьем уклоняется всякий человек от зла если страхом божьем человек уклоняется всякого зла то страх божий это первое препятствием пути греха не дающий греху проникнуть нашу душу да именно страх божий надо всегда молить что господь дал страх божий чтобы он не отпускал блаженный человек который имеет страх божий блаженный если расслабиться страх божий отходит в миру прибывать идешь на работу там никто страх не имеет если ты с ними общаешься у тебя пропадет страх божий это я просто из опыта говорю общаешься с людьми кто не имеет страха божьего страх пропадает божий все не грех становится не такой страшный как кажется но поэтому он абсолютно точно потом с людьми верующим пообщаешься и думаешь о в каких а потом уже поздно пустота от души вот от этого от общения пустота страха нету возвращаться приходится пост и молитву объявлять своего рода даже беснование такое когда отсутствие страха даже это как это еще можно объяснить даже в без и страх ты какой-то имеет но они-то другой страх они так и не покрыты голову потребляется тем же булдница с распущенными глазами так вот именно что все то же самое коринфы ничем не отличаются от нас сегодняшних мне кажется они даже лучше сейчас гораздо больше блуда сейчас это удивительно человек удивляется если ты ему говоришь это грех удивляется якобы 36 язык огонь прекрасно неправда язык в таком положении находится между членами нашим что скверняет все тело воспаляет круг жизни будучи сам воспаляем от гиены вот язык который не благовестует именно такой есть который празднословит говорит всякую неправду осуждает вот он такой есть переносчиком является зараза всякой имея ввиду язык который оправдывает любой грех прекрасно то есть он прикрывает неправду приукрашивает женщину там ходят без платков на сочинял про эти блудниц в храме вот они будут думать что храме органы занимаются по себе это ты не суди попчинь ну вот тогда еще что-то кому-то может есть сказать по этому вопросу по всем этим вопросам который мы прошли на другие темы какие-то возможно поговорить потому что мы прошли все сегодняшнее чтение наталья тебе нечего сказать алена гладущук у меня сегодня хороший день еще одна душа нашлась алена в крещении елена она оказывается будет она недавно приехала к нам в германию это русские немцы и она попадает именно со мной в классе в моем корте я начала и благовествовать и так интересно и думаю какой из томов дать его я и предложила почитать и толкование она златоуста так как у них них нет она говорит в интернете читать и ну глаза болят просто побеседовали мы с ней а у нас собачка как раз быстро ее прихватил она новичок и говорит давай у нас больше вести занятия детям преподавать закон божий я с не начала говорить я говорю как ты будешь преподавать если ты если не будешь рассказывать подтолкование святых отцов священное писание то ты ложь будешь сеять в этих детях но мы пока доехали за полчаса в автобусе очень побеседовали с ней был еще племянник даниил его зовут тоже такой хороший мальчик вообще но он прям душа вот так вот сеешь у нее и все понимает и слышит и рада общению вот такие люди попадаются у нас хорошо когда есть вот остановка да на идешь идешь на автобусе там люди новые приходят и можно кому плаговисовать у меня так в каждый день любки в каждое воскресенье получается попадаются люди кому я могу засвидетельствовать о христе то есть наши же православные но ничего не знают и я записала еще сегодняшнюю проповедь у нас фараме сейчас скину и посмотрите там за все слава богу слава христу святой дух направляет себя на тихо на чем уже в конце как раз пришла домой батарейки не было и поэтому не получается молодец алена гладущук расскажи что нибудь сестра рассказать про про то что я спрашивала ну да расскажи уроки учу как всегда все вечером я не понял куда пошла ладно понятно у меня сегодня мир всем у меня сегодня хороший день был благовествовал сегодня святой евангелие раздавал 40 книг раздал с видео правда не получилось видеотчет но все равно сегодня день такой хороший был люди отзывались внимали а где где у кемеровской области городе у себя где живу а где где ты выбрал раздачу книг-то ну а улице ходил по улице ходил и всем предлагал 40 от немало на ну и так знакомым своим постоянно ношу с собой евангелие кому-нибудь знакомым как правило люди обращают внимание на мой внешний вид что с тобой случилось почему бороду отпустил я в бога уверовал знал про иисуса христа что он кровь свою пролил за меня взял грехи мои на себя но и вот так вот и сразу я ответ ну вернее встречный вопрос говорю в храм ходите хожу ему библия есть дома есть евангелие смотрю замешкался человек я говорю давайте вам вам подарю вот раз пожалуйста да слава богу слава богу порой люди откуда и не ждешь появляются интересующиеся но надо да действовать надо давать духу святому действовать никак его не ограничивать как игнатих говорит вот правильно это то что нельзя ограничивать святого духа страхи его ограничивает страсти наши любое не поспать поесть вот это все если это все самгут согнуть то есть смирить то святой дух свободно действует и он людей направляет сразу к тебе и и они взимают у тебя внимают у меня из 100 книг 25 осталось думаю еще заказывать скоро буду заказывай минимум 500 ой 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 вот я 500 заказал вот все раздал ну за полгода где-то на работе потом кто-то спросит тоже чтобы раздавать это сейчас я думаю тысячу заказывать тысячу я сто для себя для меня это было как подвиг думаю что брать нет ну попробую не должно быть прям вообще много чтобы было всегда правильно вот надо всем просто привычку взять всегда с собой одно евангелие таскать вот на работну везде чтобы у тебя всегда одно было потому что сколько раз так было нету то есть воп человек и нету у тебя его евангелие так же в день три евангелия раз если отдавать это месяц то почистил сток ник вот пожалуйста не минимум 500 бери хорошо возьму следующий раз 500 да при всем скажу кто сеет скупы тут скупы и позже все еще этот щедрый помет конечно размах игнати тихоновича это вообще не сравнишь там нечеловечий ничего не возьми нигде невозможно он везде все побеждает всех во всем в аскетике в молитве в делах просто физических благочестия там в порядке невозможно зачем так бог то есть бог просто послал видимо человек который все может чтобы мы как-то это стрепенулись сразу на него смотришь и понимаешь что гордиться нечем то есть при нем прибывая невозможно гордиться просто невозможно мне кажется тщеславиться чем-то невозможно когда его не знал думал вот такие у тебя хорошие дела есть такие хорошие дела качества как его узнал так понял никаких хороших качеств нету у меня тоже самое ощущение да мне кажется это у всех так думал верующий его узнал оказался неверующий я да так ну следующее занятие будет 19 часов у никиты он не отменял по моему никто не знает если никто не знает значит не отменял давайте помолимся и а можно можно вопрос еще последний да да конечно давайте дальше я но это не под сегодняшнему чтению это отделен немножко под книги притчи сказано 9 глава 7 стих получающий кощунника наживать себе без слави и обличающий нечестивого пятно себе кто такой кощунник именно это может быть он вернул православным как бы внешне или как только кощунник надо посмотреть точное значение этого слова я как представляю кощунник это вот кто как бы прям капитальное непотребство делать в отношению божественных вещей вот допустим кощунники это вот вот эти кто там в храме христа спасителя вот они вот кощунники вот это кто причастие дает просто всем без без как будет кощунники и его действительно его обличишь это вообще себе дороже что дерзкие они очень то есть само по себе виша плечей не запрещается в этом притче но говорится об опасности для тебя самого и и вот этого дело дело кто особенно нападает на полон этих ночи он же говорил говорит они как правило все часто очень исповедцы причащаются то есть недостойно но вот не обязательно может быть это где угодно такого человека может быть и который себя православным называет и кто ну любой где угодно и который я верующим называют и неверующим любой там кого угодно которая в чем это кощунство заключается в том что он попирает например заповедь и говорит что вот ну там например то что там ну давай вот иконы идолами называть помер учащаться можно там все время там это и причащайся часто ну как мы иконы идол это понятно совсем уже откровенно но вот как определить вот как бы понятно вот так хочу никакой этот который в храме там танцевали например это понятно как бы а более тонкой 3 на чувство оскорбительное отношение всеми почитаем какой цветы не оскорбительное отношение да это может быть любой православные католики язычник и мусульманин каждому мнению это относится в отношениях да не прийти не не бросайте бисер перед свиньями свиньями кого называет господь это тоже кощунники которые попирают твой бисер притча 334 если на кощунниками он то есть бог посмеивается то смиреном дает благодать если ты накажешь кощунника то и простой сделаться благоразумным вот чё на вот параклазм готовы для кощунствующих суды и побои на тело глупых когда накажется кощунник простой делаться мудрым и когда вразумляется мудрый то приобретает знание надменный злодей кощунник имя ему действовать в полу гордости надменный злодей вот еще кто такой кощунник надменный злодей то есть это гордость такая вот богородица к примеру да говорят что то есть вот они кощунники кощунствуют когда говорят что у нее были дети что иосиф там ее познал я вот недавно с таким встретился святые отцы я читал толкование на это место да по поводу того что можно типа понять так как будто там у него и у нее еще дети есть они говорят святые отцы говорят как это вообще они прям со страхом говорят об этом иосиф праведный зная то что у него она зачала от бога мог не прикоснуться как мы такое даже помыслить можем такой даже помыслить невозможно то есть это человек полный кощунник от него благодать полностью отошла святой дух полностью отошел если он такое говорит по мне мыслит об этом помысл глупости грех и кощунник мерзость для людей и так не кощунствуйте чтобы узы ваши не стали крепче ибо я слышал от господа бога саваова что ты быть истребление определено для всей земли осте 75 день нашего царя говорят князья разгоряченные до болезни вином а он протягивает руку свою кащу кащу нам вот так а вот атеистов тоже можно считать кощунником если они не знают ничего в евангелии у меня такой друг есть как его можно тоже он кощунник по сути если он хулит и относится как высмеивается что все то что я ему говорю допустим и вообще стоит ли такому человеку что-то проповедовать и бороться за него там дискуссии какие то есть он надменно так смеется конечно это кощунство стопроцентное одно дело если просто отвергает атеист а другое дело когда высмеивает насмехается это наверное есть кощунство да ты кощунство стопроцентное притом такое тяжелое он видишь он кощунствует не только над самой святыней но и над тобой когда насмехается на том что для тебя важно и свято то есть такое стопроцентно ну а я же могу ему как-то последний разговор был на днях с ним я встречался раз в месяц может быть реже даже встречаюсь все таки я с ним беседую я в этот раз я понял что он вообще ничего не знает он как поздно поздно хотя бы читал описание что-то исследовал а этот вообще не знает он живет плотью он говорит я умру и все и смысл у меня там что-то переживать и съедить я ничего не знаю не знал и не узнаю никто мне ничего не расскажет то что все ваши книги это все люди написали я живу сегодня то есть вот такие вещи я ему рассказал про то что ну про христа про все то что короче вкратце евангелие пересказал ему он так стал прислушиваться но я вижу что до конца мне кажется он только отошел от разговора ну вышел и уже опять в свои мысли погрузился в земные плотские ну вот если судом ну он уже под проклятием так если ему сказать ну все ты под проклятием у тебя все ты скажи закрыто тебя гена огненная ждет и это хорошо так это хорошо так задевает человек думать начинает потом ну вот за счет того что возмущается возмущается и и от этого начинает думать об этом я заметил ну я вот и на это и надеюсь то что господь все-таки коснется его когда-нибудь я ему говорю что он стучится чего даже сейчас я тебе рассказываю вот вот стучится христос к тебе возможно то есть любому человеку рано или поздно это все приходит и ты знакомишься и с благовестием с евангелием и он ну я вижу что есть какое-то какая-то мысль но я не понимаю что дальше делать вот как мне с ним общаться не общаться если он кощунник то с ним получается не надо общаться надо избегать этого всего или все-таки бороться притчи 22 10 прогони кощунника и удалиться раздор и прекратятся ссоры и брань зачем он тебе нужен лучше по библии поступить чтобы он не возненавидел тебя обличая мудрого и он возлюбит и он глупый его только пятна себе наживешь молит ну это да но он говорит что высокоинтеллектуальные люди все неверующие то есть даже не то что не верши а полнейшие атеисты смотрят показывают мне программу там в ютубе включил в тнт там есть ну молодежь блогеры собираются и вот они к ним приходит какой-то там артист или кто-то тоже блогер и они его матерят оскорбляют всяческими способами его выводят на такие эмоции чтобы он обиделся или начал шутить как бы он мне объясняет это тем что на такие шоу уходят высокоинтеллектуальные люди чтобы убирать свои комплексы то есть эти люди они понимают что что нельзя замыкаться в общем вот такой посыл потом я пришел домой включил наткнулся точнее на видео где молодые уже люди школьники прямо вот реально дети в какой-то квартире собрались и в таком американском стиле снимают как блог там миллион подписчиков с чем-то явно там прямо девчонки и парни раздеты и прочее мат перемат в общем ужас и у меня сразу вспомнили всплыли его слова о том что вот это высокоинтеллектуальные а вот это дети высокоинтеллектуальных людей ну в кавычках так что я вам прислал обратно а потом прислал вот еще там Игнатий Тихонович не знаю смотрел не смотря но больше я думаю мне тяжело общаться да наверное стоит все таки отогнать не все это мертвый человек можешь вообще так ему и скажи ты мертвый все и вот ничего это вот не написан в книге жизни все не общайся с ним а написан будет увидишь потом сам лучше молиться таких уже тут нечего даже а кстати насчет молитвы Игнатий Тихонович говорил что лучше не молиться могу конечно ошибаться кто-то мне еще говорил что лучше не молиться за людей которые в страшном грехе потому что об обращении об обращении он говорил о здравии не молиться об обращении можно конечно Иисус Христос о своих мучителях кто его распинал он молился Богу да и надо просто молитву понимать различные различные об обращении об обращении молиться обо всех можно а вот кто в страшном грехе молиться обо как бы о них там ходатайствовать за них вот это вот это и апостол павел даже запрещает не о том говорю чтобы молились это место помните это место помните кстати насчет молитвы за батареарха я в Дивеево вот кстати такой случай произошел ездили по работе с отцом поехали в Дивеево знаете про Дивеево кто-нибудь что-нибудь Терафима Саровского но был два раза там о это почти моя родина там недалеко оттуда я вот прям это был я до мурашек произошло со мной такое я с Игнать Тихоновичем совсем недавно о нем узнал года может два там год вот и я понял что христиане вот они настоящие христиане выглядят вот так говорят общаются вот так то есть делают вот такие дела живут вот так для меня раньше это было обычное православие как все а в последнее время я начал убеждаться и у меня родился вопрос неужели кроме Игнатия Тихоновича нигде никого нету вот есть вы теперь я узнал что много людей оказывается есть потом стали появляться еще братья с разных городов и стран ну как бы то что на моей родине я встретил человека православного и вот он даже выглядит так же он пояс носит там борода все дела все что надо и живет когда мы с ним заговорили я спросил борода ну верующий человек он говорит да и все и он раскрылся мы начали с ним разговаривать и он мне в первую очередь что рассказал это про то что его духовник вот Дивеева он про молитву патриарха сказал следующее что что молиться нужно за патриарха там я не помню как это называется закон свод законов или как церковный что возможно не молиться за еретика вот но мы не можем не молиться лучше перестраховаться то есть как то все-таки они там тоже не согласны с делами патриаршами вот в Дивеев самой этой обители и много где он не рассказал что много батюшек священника что вообще в ужасе что происходит как вообще нужно молиться ну ему от этого не хуже ничего но молиться нужно потому что и он соборно ничего не отлучен хоть что-то там ересь не ересь но открытый и он таким образом не проповедует эту ересь хотя он и там скажет какую-то ересь но если его спросишь он все правильно ответит поэтому никакому по канонам не имеешь права как бы от него отходить а ему то что и ну не молишься ему то что от этого вообще разница не должно соборно должно быть решение по поводу него тогда только насколько же глупости было в голове всего вот этого от вот этого православия здесь вот которые бабки у нас и он когда загнать их познакомился стал вот это постепенно постепенно читать смотреть я думаю как как будто пьяный был все эти годы мне 30 лет сейчас а он только-только начал пробуждаться смотреть понимать многое или нас в глаз ходит да такая да 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 вот даже вот ну по сей день это все но я конечно мне тяжело еще пока но уже трезвость какая-то появляется благодаря вам и всем я просыпаюсь могу сказать что есть люди то еще христиане настоящие спаси христос до карикатуры на христиану еще вот игнать техноч да еще окружение за него слава христу у всех истории похожи очень всех слушаешь и думаешь как и меня ладно братья давайте вам чтобы чтобы отдохнуть да сейчас будет 19 часов по москве никита пораньше закончим помолимся как раз вот помолится макаров виктор брат сейчас я достойно есть а потом ты своим словами молись достойный сяк воистину блажите тебя богородица пресноблаженный пренепорочную матерь бога нашего честнейшую херувим славнейшую без сравнения серафим без истления бога слова родшую сущие богородицы тебя величаем молись кто сейчас последний это говорил брат помолись мне да 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 своими словами а как ни разу не молился в открыто они рады ничего страшного ну и прошу ваши молитвы больше о моем рождении что ли поблагодарю просто бога за то что собрались вот так вот прям своими словами не бойся это ничего так уж благодарю господа за все то что за то что дает мне возможность познавать господа через людей дает мне нужных людей я просил долго людей просил нужных людей для моего рождения свыше для как это сказать правильно в общем благодарен за все то что дает мне господь прошу мудрости прошу терпения и чтобы наставил на путь правильный чтобы все эти грехи которые скопились на 30 лет очищались и прошу братья ваши молитвы на мою грешную душу гнатия тихоныча спаси христос всех аминь да благослови господь помоги господи благослови господь спаси христос спаси христос брата нашего благодарим тебя господь за то что ты нам всегда приводишь людей таких замечательных слава тебе господи также тебя господи молим а братья нашим бой болящим викторе который сегодня должен был вести занятия по боли твоей господь сотвори с ним исцели и на пользу ему болезнь эту приведи слава тебе отец сын и святой дух аминь брат а тебя как зовут то брат а